ну что сергей мы в игре и каждого въезжающего в игру подвергают тестов готовы 1 2 3 моя игра моя игра я сто лет не качался вот так вот по-настоящему уже немножко страшно даже это сеп детка ну что мы в 15 минутах от игры и мы уже в музее исчезнувших деревень а пока мужчины сочно едят я хочу сказать что супер удмуртия рекомендует супер табани в себе мы в мувыре в деревне которой еще 30 лет назад здесь вообще не было я скажу больше сергей вера 30 лет назад здесь вообще было чистое поле но пришел один предприимчивый человек и в девяносто втором году все изменилось эх ты сторимейкерша эй пацаны все ради контента очень круто мужики ну что всем привет это проект супер удмуртия в котором мы каждую неделю отправляемся в супер путешествие по нашему раз чудесному края я вера я денис и теперь вместе с нами путешествие будут отправляться в гости за гвоздь которые на себе ощутят все прелести сочности и классности нашего удмуртского края и сейчас к нам придет гость который просто с ума сойдет от удмуртия я кстати не знаю кто это кто это если подскажу вера это человек который выходя с утра центральную площадь города примерно что в 5 говорит мое выходит в любой парк ижевска также с утра и говорит мое но это либо лесной либо мэр города ижевска ни то ни другое это здоровый мужик с бородой я кстати его истории с утра сегодня смотрел впервые в жизни его можно позвать про парки и центральную площадь не набрали так и есть парк ижевска в управлении стальной площади действительно сергей с утра сегодня смотрел ваши stories в инстаграме очень много всего с собой взяли расскажите что не так уж много на самом деле только самое необходимое туристический комплект резиновые сапоги два дождевика про запас ну и в общем то все это только мы стильные модные сегодня едем да сергей в курсе куда мы едем сегодня я знаю чтобы едем в игринский район детали я не знаю маршрутов я не знаю но я очень хочу провести этот выходной я очень хочу отправиться потом туда с друзьями и очень хочу провести пикник и сегодня мы отправляемся в игринский район мы увидим возрожденную деревню мы познакомимся с удмуртским судмуртско-цыганским гончаром будут кабаны будут будут перепечи конечно будут пельмени лодки утки будут будут кони лодки лодки будут еще конечно будет очень много воды и жареный карась не все сразу мы отправляемся в супер путешествие по игринскому району на классных тачках это спек-авто настоящий красотки skoda octavia и havail f7 погнали а беленькая для кого все понятно ого в игре построили паркин это не игра это и женский паркин наши друзья партнеры и сегодня мы есть провизии от ресторана brawlplatz огонь первое и второе закрываем а то остынет да ну что грузимся в наш хвейл ого мне это хватит так багажник вроде все поместилось поехали поехали смотрите надо мной голубое небо рядом красотка за рулем сергей бутурин парк ежев по пути в игру супер игру да мы решили остановиться в селе 4 поесть пельмешек здесь вообще много кто останавливается и мы сейчас зайдем тоже и и правда поели реально две порции что мы почти в игре в хорошей компании на машине до игры можно добраться меньше чем за два часа очень дом да ну и игра началась я тебе приготовила три интересных факта про игру один из них не верно попробуй угадать и вы кстати тоже подумайте и так первое упоминание селе игра 1615 год это скорее все прав второй факт в игре родился александр бричалов хорошо да и третий факт и гринский район находится на пересечении всех дорог это сложно но я думаю что глава все-таки родился не в игре многие думают что игра это игра пути поиграть до веселья радость но на самом деле игра это распределированное название удмуртского игра это такой древний удмуртский рот игра я кстати в детстве когда ехала например у микшур боджи там люди ехали в игру я думал они поехали на поле чудес не подойдут знаешь я понял что мы не знаем действительно не знаю свою республику не знаю вот эти вот укромные интересные места где действительно круто интересно и познавательно сергей бутерин кстати у нас сегодня за рулем руководитель проекта парке ижерска и сергей я волнуюсь за сергей потому что сергей вы все дальше и дальше от своих парков ближе к удмурти ближе к природе посмотрим может быть и там есть какие-то ландшафтные национальные парки от ижевска до игры 94 километра но сюда могут добраться и жители перми здесь проходит федеральная трасса и расстояние 230 километров ну что сергей мы в игре и каждого въезжающего в игру подвергают тестов готовы 1 2 3 моя игра сергей что ты знаешь про игру я знаю что это крупный район раньше был поселок городского типа сейчас уже просто поселок это один из крупнейших административных центров футбольской республики я думаю сегодня узнаю больше я поэтому приехал сюда и посмотри сюда что здесь мы сейчас зайдем туда и вот это сразу первый эффект вау в игре вот все погнали это этнопарк игры самый центр очень удобно въезжаешь и сразу вот первое что делаешь смотришь и говоришь вау вау потому что это подчеркивает местный колорит сразу это этнопарк этого места это история событийная площадка здесь по всей видимости проходят мероприятие вилка смотрите обманула просто главное бесплатный вот в чем прикол вау я сто лет не качался вот так вот смотри как я сейчас делаю вот так вот сергей кажется уже поразвлекался что можно еще сделать в игре может быть воспользуешься этой штучки впервые в истории google такого еще не слышал ok google где в игре развлечься о музей это музей рядышком со всем сергей здесь сергей сергей здравствуйте здравствуйте добро пожаловать в игринский краеведческий музей проходите я сегодня вас приглашаю в гости на новую экспозицию иммерсивная аудио экспозиция время будет хоровод за этой дверью у нас начинается необычное путешествие в культуру удмуртского народа вау а почему все черное первое впечатление которое у вас должно было сложиться что вы находитесь в лесу поют птицы если прислушаться шумит гром и существуют некие звуки поэтому если прислушаться и у присмотреться то можно увидеть деревья дупла которых монтированы телевизоры и мы дальше в них можем посмотреть бабушки поют старинно-удмуртские напевы а 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 никакая возможность разговаривать с птицами они по полностью парадируют послушай были прикольно низко 7 ام интересный экспоната наш взгляд мужская рубаха старая мужская рубахов серегины конец двадцатого века существует такой по мерия обряд что для того чтобы следующим ребенком семье удмуртов родился мальчик а за мальчика давали земельный надел до нужно было новорожденного ребеночка как только он родился обернуть мужскую рубаху и тогда наверняка следующем ребенка сми будет мальчик а вот эти экспонаты сколько лет а все экспонаты представлены в этой экспозиции это конец 19 века начала 20 века свадебный костюм слабоцкого дмуртки 150 лет нам передала в дар женщина это мы этот костюм принадлежал ее прабабушке он состоит из рубахи свадебные платья из кафтана который сверху на рубаху надевал куинсер го кэшет это свадебный специальный свадебный платок но и нагрудник кабачи вышиты шелковыми нитками оберег для девушки ему более 150 лет мы очень гордимся нашим старым экспонатом а а странное ощущение мы в абсолютно белой комнате там абсолютно черная комната эти женщины поющие у нас белая комната является продолжением черной комнаты а белая комната на ведь не только для релакс и переключения как связаны концептуально там субмуртия до обратили внимание до что между черной и белой комнаты у нас находится стеклянная стена стеклянная стена это стена символ непонимания между прошлым и будущим между будущим поколениями прошлым поколением и пелена непонимания между прошлым и будущим на наш взгляд должна пройти и мы должны более чуткой и остро ощущать наше прошлое чем может помаленький да очень давно чешто не в игре что-то погнали ладно ну давай сюда куб неразговорчивый ты какой-то у в нашем музее есть дополненная реальность смешанный лес называется скачиваешь специальное приложение музей заставкой наводишь на маркеры вот видите да вырос лес можно сделать скрин и отправить другу ну все мы прошлись по этому классному музею и решили оставить свой след да это круто когда хочется оставить какую-то запись напоминание о том что мы здесь были наши друзья когда будут приезжать сюда они будут видеть что вы здесь были супер муртия супер маршрут и вас здесь уже ждут игра это супер игра а краеведческий музей в игре это супер краеведческий музей сергей вышли из этого столетнего здания даже больше как вам краеведческий музей очень хорошие позитивные эмоции чувствуется тепло добро энергия в этом музее и понравилось обратил внимание на интерактивную часть которая позволяет в дополненной реальности в глубже погрузиться в историю дворского народа кстати круто я просто реально прибалдел когда увидел когда экскурсовод начал загружать приложение это музея и работать с этой дополненной реальность добро пожаловать 21 век мне тоже очень понравилось я даже не ожидала что будет настолько современно рекомендует это все детка что мы в 15 минутах от игры и мы уже в музее исчезнущих деревень а также здесь находится центр табаньской культуры именно здесь в сепе готовят самые настоящие удмуртские табани сергей ты же знаешь что такое табани конечно мы сейчас попробуем а что это такое лепешка с картошкой до повода и зажаренная в печку сам почти с картошкой то что это в печке приготовлено в русской печи давайте играем сергей давай камень ножницы табань окей называется как повезет раз два три раз два три табань бьет ножницы и табань победил а у а пока мужчины сочно едят я хочу сказать что супер удмуртия рекомендует супер табанье в сепе сергей да мы еще одно местечко приготовили для вас место очень красивое необычное думаешь понравится да я не сомневаюсь что понравится вот же оно посмотрите где ух ты вау такое сказочное здесь удивительный человек не только благодаря своим способностям но и своей истории пойдем пойдем посмотрим можно к вам здравствуйте ну и жара у вас конечно у нас будет сегодня возможность попробовать делать то же что вы делаете да конечно и с помощью чего мы это будем делать с помощью вот этих двух гончарных кругов мы с вами попробуем что нибудь слепить что-то мне барахнет это есть она растет и она увеличивается в твоих руках то заключительный этап я срезаю свое изделие я скажу что это вообще не просто на самом деле спасибо большое спасибо андрей большое уголь как раз на нас троих как знали супер ну а мы по традиции оставляем здесь вот такую вот меточку что это супер место супер и вы здесь должны побывать обязательно приехать погостить деревню сеп это игринский район познакомиться с андреем замечательным человеком отличным мастером своего дела и собственно уехать не с пустыми руками и не с пустыми сердцами неплохо сказал на андрей спасибо ну а мы отправляемся дальше на городе седина городе седина городе Субтитры сделал DimaTorzok